Девушки отдыхают Не забывайте, что есть бесплатная демка на 8 часов То есть вы можете реально оценить игру, понравится она вам или нет В других играх такого я не видел пока Минутка рекомендаций закончена Ну и ролик начинается Dead One, царямба Но кажется я у тебя прописался А то то поживу немножечко Короче, у нас по плану Ну давайте сначала разберемся здесь с металлами Пускай здесь начнется выплавка А то пока меня не было, что-то все остановилось Все переработалось и т.д. и т.п. Отсюда давайте заберем песочек Здесь у нас все под цементус Ну и что я собственно хотел сделать Я хотел уничтожить источник прагмия Для этого мне понадобится взрывчатка, ребята Взрывчатка, как я понимаю Делается не здесь, скорее всего Да? А, не, подожди секунду Вот она Значит пору бумага и медяха нам нужна будет Оки-доки Давайте скрафтим Короче говоря, там целая специальная система Если кто-то не помнит из прошлого сезона Или просто тупо не смотрел или тупо не играл Короче, там целая система по добыче прагмия Из прагмиевых кристаллов Короче, там есть правила, которые надо обязательно соблюдать Если вы их не будете соблюдать То, знаете, я знаю технику безопасности Как свои три пальца Будет примерно так, скорее всего Ну что, пошли Я думаю, что по дороге еще зайду на базу А может и не буду заходить В общем, в любом случае Для того, чтобы найти прагмиевые кристаллы Нам с вами надо будет попасть в пустыню Будем заходить мы на базу или не будем В принципе, разницы никакой Блин, в пустыне надо еще найти этот сраный прагмий Давайте по дороге мы будем уничтожать всяких змеек Ну, во-первых, когда вы стреляете Вы очень нехило прокачиваете себе ОТ Пожалуй, на охоте прокачка ОТ Самая быстрая из всего, что есть Можно, конечно, очень много копать Это тоже, по идее, вам поможет в плане прокачки Но, на мой взгляд, все-таки охота Да и приносит она много всего полезного Во-первых, хавка Во-вторых, различные материалы Тот же мех, кожу можно вполне себе пускать на перегной И мясо тоже, кстати, лишнее можно пускать на перегной Для фермерства Фермерство вам в любом случае понадобится Даже если вы не питаетесь там вкусной едой Типа салатиков и прочего-прочего-прочего Без табака вы все равно как бы не сможете, скорее всего Во всяком случае, в ПВП вы без табака вряд ли сможете Потому что табак все-таки дает плюс 10 к скорости перемещения А это очень не кисло То есть вас в любом случае будут догонять Если вы будете не под табаком А противник будет под табаком Короче, наркоманы вас сделают, да Что-то, короче, я не наблюдаю, ребят Пока никаких прагмиевых кристаллов По всей вероятности, реально надо будет использовать Скорее всего, сенсор То бишь, крафтить этот сраный сенсор Прагмия очень не хочется Потому что для этого надо будет возвращаться из пустыни Потом опять идти в пустыню уже с ним Ой, господи Ну, давайте по этому поводу мы с вами добудем еще немножечко Вот этой вот соли Для вас тут будет работать Естественно, мой фирменный монтажек Обузный монтажный скилл по добыче ресурсов Когда хлоп, поп и все И все готово Так, солнышко мое Умри, пожалуйста, быстро и как мужчина Кстати, у нас осталось 45 патронов Это еще одна причина, по которой, в общем-то, нам надо валить на базу А не искать прагмиевый кристалл Потому что даже если мы его найдем, мы не сможем убить стражников С 45 патронами ты это не сделаешь никак Дом, милый дом, как много в звуке этом Да, на самом деле, ни хрена я сюда не хотел попадать Давайте пережарим то самое мясо Вот, как видите, у нас его довольно-таки много Благодаря тому, что мы атакуем все, что движется Все, что не движется, двигаем и тоже атакуем Так, на перегной у нас идут Вот все вот эти вот ненужные ненужности на перегной идут Мешки с удобрением забираем Ну, и здесь у нас немножечко табака растет Буквально чуть-чуть Я специально не засаживаю здесь какое-то большое поле Потому что, во-первых, у нас здесь нормальных стен толком нету Я вообще удивляюсь, как еще их не взорвали к чертовой матери И не уничтожили всю нашу вот эту микроферму Но, тем не менее Так, давайте мы, значит, соберем табачок Из части мы сделаем, как обычно, семена Я обычно делаю как? Допустим, собираю 6 грядок Это значит, что 6 или 7 семян я делаю Так, на это нам понадобится удобрение и песок Так, 42 семечка у нас имеется Ну, давайте по максимуму сейчас в этот раз сделаем Я просто все еще развожу табак на семена Для того, чтобы потом прям вообще не париться, не париться А дальше будем вот там 6-7 семечек То есть, с 6 собираем, 6-7 семечек делаем Остальное уже идет на сигары Но сигары будут чуть позже Сначала обеспечим себя семенами Причем, уважаемые рейдеры Прошу обратить внимание, что семена у нас складываются в точку Так что хрен вы их получите За семенами табака к нам можно не приходить Ни в каких ящиках они, естественно, лежать не будут Так что обломайся бабкам Ты на корабле, короче Занимаемся поливом Я это делаю специально Когда уходишь, можно ничего не поливать Можно не заморачиваться А вот когда ты хочешь в процессе игры Вот сегодняшней еще получить урожай То лучше заморочиться на самом деле Вот, удобрить, полить Ну и получить бонус Ну, бонус от фермерства ты автоматом получаешь От него отказаться никак нельзя И давайте, что ли, соберем урожай Смотрите, у нас здесь перчики поспели Помидорчики поспели Сейчас мы все это дело соберем И сделаем салатики Ну, кто еще, кроме грини, блин? Кроме грини никто не хочет заниматься Ни поварством Да вообще ничем не хочет никто заниматься Что происходит? У нас есть некоторая проблема Да, я собрал урожай Это помидорчики, это перчики Твою мать, я забыл огурцы посадить Поэтому, поэтому, как бы Придется идти к корифанчику на ферму И собирать там огурчики Иначе у нас ни хрена не получится сделать салат Кстати, где корифанчик, я так и не понял Куда он провалился? Корифанчик! Вернись, пожалуйста! Мы все простим! Не, на самом деле Куда-то он испарился И многие вообще забили на игру Играет буквально несколько человек Что довольно сильно обидно Окейушки, теперь можно заказывать салатики Чуть-чуть обнесли ферму корифанчика Так, 30 салатиков Ну, на какое-то время нам этого хватит К сожалению, они, наверное, быстрее испортятся Чем мы их успеем съесть Потому что народу, как я сказал, нету И, наверное, придется производить Набор людей, что ли, новых Другого варианта я не вижу Как бы, исключать стареньких Нанимать новеньких Вот, правда, я не знаю, что делать с точкой корифанчика Можем мы ее снести или не можем? Я фиг его знает Поставить какую-то точку взамен нее Поглядим Вот это я понимаю Вот это нормальный холодильник с едой Чтоб я так жил Понадобились, значит, гринни-патроны Все сам, все сам Сходил за ресурсами Сделал серную кислоту Сделал азотную кислоту Потом надо будет это все перекрафтить в целлулозу И после этого сделать патроны Ну, господи ты, боже мой Нет, ребят, конечно же, мне помогают Ребята, там, Немчура, Пика-Пика Рила Но вот на данный момент вообще никого нету И патронов нету Ну, точнее, кто-то есть Но чем они занимаются, я не знаю Короче говоря, приходится делать все самостоятельно Это, на самом деле, большая, конечно, жопа Я уже давно был бы на вулкане Но нам нужны патроны Нам была нужна еда То есть я занимался фермерством Теперь мне нужны патроны Я занимаюсь производством патронов Так, что там у нас? Вот, все Делаем целлулозу Нитроцеллозу Прошу прощения А то меня обязательно поправят И, значит, из нее мы уже сможем сделать боеприпасы Долго ли, коротко ли, далеко ли, близко Короче, сделано Сейчас мы закажем экспансивные патрончики На мой взгляд, для охоты Это самое оно Ну, на ПВП не годятся Потому что против брони так себе Хотя, некоторые говорят, что они против брони даже лучше, чем бронебойные Как-то так Ну и еще, чтобы выполнить найдебильнейший квест Мне надо сделать, короче говоря, пульт для дронов И нужно сделать дроны Господи, это просто идиотизм То есть у нас уже есть этот пульт Уже есть эти дроны Но мне их надо сделать Для того, чтобы выполнить квест И выкинуть потом Потому что третьи дроны нахрен не нужны вообще Ну, нужны, конечно, но... Блин Короче говоря, сейчас совершенно не в тему Мне было выполнять вот это все дерьмо Так, что у нас там по производству? Вот четвертый, да Четвертый, четвертый можно будет Так, давайте мы батарейки изучим И... 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 Так, прагмивый сенсор Вот его надо будет тоже обязательно сделать С ним, может быть, получится искать прагмии несколько быстрее Чем... Так, понятно Прагмии Только прагмии нужен Их есть у нас Кристальчики я взял Так что можно заказывать прагмиевый сенсор И как нормальный человек Не бегать там в поисках непонятно чего А сразу понимать, что есть или нет Так, закончили мы квест с дроидами Дроидами с дронами Господи, с дроидами, да Ну, кстати, дроиды тоже было бы неплохо Чтобы за нас воевали Потому что пвп нахрен Не люблю я пвп Вот, дроиды были бы в тему Блин Ну, вот всегда так Короче, без батарейки Без батарейки у нас ничего не получится Нам надо будет делать электронные компоненты И компоненты батарейки Или как они там Вот эти вот, короче, штукенцы И давайте мы сразу штук пять сделаем Вот Короче, надо делать аккумулятор Заряжать его в зарядном устройстве И только после этого мы сможем использовать этот прагмиевый сенсор Блин, я быстрее бы ногами нашел, наверное, без всяких сенсоров Точно быстрее бы получилось Ну и пока у нас изготавливается аккумулятор Давайте посмотрим, что мы еще можем прокачать интересного Давайте, во-первых, наверное Нет, производства пока не будем Ням-ням-ням Столько всего вкусного, ребят Просто-просто немерено всего вкусного А очки-то, ну, 500 очков у нас есть Я даже не знаю На что их тратить Давайте готовку, наверное, докачаем Чтобы у нас была возможность Вкачиваться потом в Т4 Готовку Так Давайте мы все это дело выкачиваем Вот, отлично И теперь нам теоретически открыта готовка Т4, да? Но я ее прокачивать один фиг не буду Так, здесь у нас все Вот, химия Химия Химиё моё Нет, подожди Химиё моё Нет, давайте вот лучше электричество мы сейчас выкачаем Водяной насос Разбрызгиватель, кстати, да Можно будет грядки не поливать Можно будет поставить вот эту вот канитель И будет прям в счастье нам А то я задолбался с лейкой бегать, честно говоря Но с другой стороны, я же ни хрена не фермер Поэтому мне по большому счету фиолетово И тем временем аккумулятор у нас готов Ставим его Не ставим его Я хотел сказать, ставим его в сенсор Хрен там плавал Могли бы, между прочим, с 10% заряда делать аккумуляторы Как это в реале происходит вроде бы Сделай прагмивый сенсор Кричал балабол Это быстро, кричал балабол С ним быстрее найдёшь, кричал балабол Я уже полчаса делаю этот Чёртов прагмивый сенсор Давайте, я думаю, 30% нам хватит Ага И как им пользоваться Ну, как я понимаю, вот эти странные звуки Означают, что здесь нихренашеньки нету И они должны будут как-то поменяться Если в пределах досягаемости Ещё бы знать, какая досягаемость у этого сенсора Короче, если в пределах досягаемости появится прагмивый кристалл Он должен мне теоретически дать знать Ну что, сейчас пойдём в пустыню, ребят Искать прагмивые кристаллы Только патроны доделаю Ага, и носки поглажу Короче, я решил пойти по верхней дороге Потому что, как вот я раньше, допустим, в прошлом Трай Ходил по прямой от нашей базы на восток Сейчас лучше так не ходить По той простой причине, что там у нас поляки поселились Они беспокойные соседи, мягко говоря Мимо них в пустыню лучше не ходить Неадекваты, абсолютные Так, значит, по этой дороге, кстати, ещё по побережью Очень удобно собирать песок Я теперь песок в основном хожу собирать Именно на морское побережье Потому что там его значительно больше Чем на каком-нибудь сраном озере Один раз пробегаешься по побережью И вот тебе полный инвес... Так, алё! Ты мне мешаешь записывать ролик Я тебя забаню Ну что, теперь, собственно, наша задача Просто бегать тупо по пустыне Ну, заодно можно ещё ресурсы какие-то собирать По идее, отстреливать всяких животин Благо, что патроны у нас появились Хотя, опять-таки, теперь у меня ствол практически сломался Господи, гринни В этом весь гринни, понимаете? Вот не может быть, чтобы всё было хорошо То у него патроны закончились, ствол был нормальный То у него есть патроны, но сейчас ствол закончится Ну, это норм, ребят Это норм Вот знаете что? Меня мучают смутные сомнения А на вулкане ведь, по-моему, тоже есть прагмиевые кристаллы Или мне кажется? Мы же там точно собирали прагмий Во всяком случае, корифанчики... Я точно помню жареную задницу корифанчика с вулкана И помню, что он оттуда таскал хреновую тучу прагмия Так там есть кристаллы? Или там есть просто вот то, что можно собирать? Вот этого я не помню Сейчас мы пробежимся вдоль вулкана Да твою мать, а! Ещё и медведь подрал по дороге, блин Я что, на Ди Каприо похож, что ли? Короче, я хочу ломануться сейчас к вулканчику Пробежаться по его периметру, может быть И понять, что там нету кристаллов прагмия Ну, или там есть кристаллы прагмия Короче говоря, нам в любом случае надо будет это дело проверить Либо они там просто россыпи валяются Либо там всё-таки есть большие кристаллы Их можно там бахнуть и, соответственно, выполнить квест Вот только знаете, в чём проблема? У меня такое смутное ощущение, что здесь как-то... О, подождите, здесь у нас есть огненные ящеры Вот сейчас мы огненного ящера приговорим Для того, чтобы выполнить квест Это тоже, в принципе, полезная задача То есть в любом случае на вулкан нам надо было с вами сходить Это без вариантов Но на самом деле то, что я пришёл сюда с абсолютно конченной пушкой Это проблема, потому что здесь очень много всякой живности И её надо отстреливать, чтобы чувствовать себя здесь сухо и комфортно Надо обязательно убивать всю эту животину А для этого надо просто дохрена патронов И самое главное, нормальное живое оружие Кстати, обратите внимание, с какой бешеной скоростью у нас растут ОТ То есть надо, ребят, надо охотиться Для того, чтобы быстро прокачивать ОТ, надо охотиться Ну, я об этом, в принципе, уже неоднократно говорил Люди некоторые... Блин, вот мне только сейчас пси-скорпионов не хватало для полного счастья Нихрена себе, их здесь двое Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не Ребята, ребята, давайте вы потусите друг с другом Я не вашего вида Я вам не понравлюсь Блин, тут ещё РТ, причём здесь сильное РТ То есть через него лучше не бежать Я помню, что тут на полшестоба встал сразу же, сходу Как только просто рядом пробегал От перспективы, видимо И я ещё потом несколько дней подсвечивал себе зелёненьким Да ядрить твою налево, а? Да что ж такое-то? Нет, ребят, это плохая Это очень плохая идея В общем, надо возвращаться за пушкой Нормальную пукалку брать Брать много патронов И к чёртовой матери идти в пустыню Он не на вулкан Нечего здесь на вулкане делать Совершенно не-че-го И снова дом, милый дом И снова, конечно же, нет ресурсов Поэтому придётся Придётся идти собирать сейчас ресы Давайте выкинем всё лишнее Вот всякие вот эти вот ломики И пойдём собирать ресурсы Чё ещё остаётся-то? А потом, потом пойдём за прагми Да, вы знаете Вот, так, подожди Балабол! Хотел сказать Я отжал у Балабола ховер Но я, кажется, спалился Я спалился в том плане Что Балабол, короче говоря Мне отдал ховер Но забыл меня в него прописать Ой, Балабол, ты такой Балабол, а? Так вот, о чём я А, да-да-да-да-да Отжал я, значит, у Балабола ховер Ребят, на самом деле На ховере намного-намного удобней, конечно, искать Да чё говорить На самом деле на ховере удобней вообще всё делать Добывать ресурсы, там, что-то искать Перемещаться из точки А в точку Б Но надо помнить, ребят Надо всегда помнить, что любое попадание Любой дамаг, который по вам проходит Ссаживает вас с ховера Вот Про это не стоит забывать То есть воевать на нём очень специфически Любая пуля, которая в вас попала Автоматически вас снимает с ховера Так что помните об этом И ещё не забывайте про топливо Теперь, правда, стало играть несколько проще Раньше были только прагмиевые ячейки Теперь есть Опа Опаньки Смотрите, звук поменялся Где-то здесь Где-то здесь есть Кристалл прагмиевый Короче, значит По поводу ячейок Теперь появились бензиновые ячейки И теперь с топливом стало как-то немножечко попроще Просто раньше прагмий улетал как просто ненормальный Он с реактивной скоростью улетал И не успевал за ним ходить Точнее, не успевал отправлять корифанчика на вулкан Блин Где же этот сраный прагмиевый кристалл? Ага Явно не с этой стороны, ребят Явно не с этой стороны Потому что, как видите, у нас сигнал ушёл Значит, с какой-то другой стороны Пойдём искать противоположную сторону Ну, я думаю, что уже недалеко до него осталось Теоретически Теоретически должен звук поменяться У датчика Ну, я, честно говоря, не пользовался ни разу этим сенсором Но по логике обычно вот такого рода датчики Они, чем ближе к цели находишься Тем чаще должны, собственно, пиликать Пока я не сильно заметил разницу Было бы неплохо ещё какие-нибудь огоньки добавить там Или ещё что-то Опа Вот, вот, ребят Видите? Промежуток между первым и вторым сигналом Уменьшился Это значит, что уже где-то рядом Эти прагмиевые кристаллы И прагмиевые жуки, соответственно Мы с вами сможем закрыть сейчас сразу же Два квеста Ну, если меня этот жук не убьёт, к чёртовой матери То мы с вами Так, нет Вот-вот о чём я говорил Видите? Нарвался Нарвался на гиену И она меня садила, скотина такая С ховера Вот об этом я неоднократно и говорил Ещё у меня пулемёт развалился, к чёртовой матери Но у меня есть запасной Я подготовился в этот раз Только надо его сейчас на другие боеприпасы поменять А то как-то бронебойными по всяким гиенам стрелять Ну, это такое себе удовольствие По гиенам, по всяким По всяким змеям, блин Так, где? Где находится этот прагмиевый кристалл? Чё-то мне это не нравится совершенно Вот он Вот он, прагмиевый кристалл И тут ещё один такой немаловажный момент Нам надо обязательно будет Блин, не нарваться вот на этого медоеда Нам надо будет где-то в стороне оставить Так прилично в стороне оставить ховер Потом поймёте почему Вот, можно, в принципе, прямо здесь его и оставить Заодно убить вот эту тварь Пускай он здесь лежит На карте он у нас теперь отражается По-моему, раньше, кстати, он тоже не отражался на карте Было весело И теперь надо зачистить территорию вокруг От всяких ненужных клиентов Так, сейчас мы начнём вот этих товарищей кончать По идее, прагмиевый жуков лучше фигачить бронебойными Они не очень хорошо экспансивками убиваются Но бронебойки мне как-то впадло немножко тратить И так, квест мы, кстати, выполнили, да По прагмиевым жукам квест мы выполнили Так, сейчас ещё парочку жучков надо будет убить Кстати, с них, как вы увидели, падает прагми Конечно, немного Мне, по-моему, больше одной единицы и не падало Наверное, надо охоту прокачивать Может быть, тогда будет больше падать ресурсов Чёрт его знает И третий, последний Этот кристалл всегда, как бы, охраняют три жука Всё, последнего мы разобрали И теперь нам надо будет взорвать этот кристалл Так, давайте мы сейчас его взрываем Тут главный момент, на самом деле Это сбежать подальше от этого говна А, погоди По-моему, его надо было киркой долбать Ну, ладно, начали уже взрывчаткой, будем взрывчаткой Его, по-моему, надо было до определённого уровня довести киркой Вот, до примерно вот до такого уровня Его надо долбить кирочкой После чего вы ставите взрывчатку И валите как можно дальше Прям вот, прям вообще дальше Желательно, желательно прям вот Прям совсем дальше Потому что взрывная волна у него очень большая И теперь можно просто собирать кристальчики И наслаждаться результатом своих трудов Да, ребят, вы сейчас в комментариях обязательно напишите Что Гри не балбес Действительно, я просто не помнил уже, как он добывается Я помнил, что он взрывается И помнил, что если, как бы, его долбать до конца Вот ошибка многих новичков Они подходят, вау, кристалл, я буду его долбить И когда они его до конца додолбливают Как бы от них остаётся вот такой вот живописный вороночек Вороночка, короче Ну, а кристаллы собирает уже кто-то другой Потому что, как правило, новичок уже не успевает Добежать снова до этого кристалла Ну, хотя можно, по идее, наверное, киркой его задолбить Просто рядом спальничек поставить Всё, ребят, всё Мы все квесты закрыли Мы абсолютно все квесты закрыли Вот это поворот Это событие Надо за это выпить Короче, всё, заканчиваем серию Я иду бухать По поводу закрытия всех квестов в Креофоле Ну, а если серьёзно Я даже не знаю, что теперь делать Господи, а Ну, что теперь делать? Всё Цель Была цель в жизни Теперь нету цели в жизни Ну, в любом случае Нам надо добраться до дома, до хаты А там уже решим, что нам делать Так, господи Ну, гиены Ну, куда? Где ты? Где я? Я на ховере И она отстала, поражённая Поражённая и униженная Ну, и раз все квесты закрыты Можно заняться строительством Мне говорили, что я совершенно Надпись Строю базу Нет, ребят, это не так Я, в принципе, заморачиваюсь И хочу сделать базу прикольной Но на неё пока На эти заморочки пока не хватает ресурсов В данный момент я хочу построить здесь Вторую комнату В которой у нас будет с вами находиться вся медицина То есть здесь будет у нас медицинский крафт различный Но у нас пока Мартин не заходил И, как видите, у нас здесь стоит временная точка от Пики-Пики Которая немножечко мешает Но в перспективе мы её уберём Пока всё равно не хватит, скорее всего, даже на эту комнату Материалов То есть надо реально очень много цемента Просто какое-то невероятное огромное количество цемента Причём на всё На двери, на стены На всё, на всё нужен цемент Без него просто никуда А цемент это что? Это камни Это глина И это песок В принципе, вот я на той маленькой базе На которой я обитаю Когда эта большая база под щитом Когда никого нету Я там делаю потихонечку цемент Но вы не поверите Мне там жёстко не хватает камня Камня, Карл! Не песка, не глины А именно камня Ещё раз скажу Кстати, напомню тем людям Которые очень любят делать всякие пакости Маленькую базу рейдить не имеет смысла Ну не, вы можете на самом деле её порейдить Но вы просто всрёте взрывчатку Потому что я оттуда всё выношу Каждый раз, когда я ухожу на большую базу Я забираю с собой абсолютно всё ценное С той маленькой базы То есть там ничего не хранится Только такой мелкий лут Который нужен вот для текущего производства Так что можете даже не пытаться Вообще, на самом деле, система со щитами Мне не очень сильно нравится Единственный вариант, как в неё можно играть Это каждому игроку в трайбе Надо иметь собственную маленькую базу Чтобы можно было играть Когда ты заходишь, а соклановцев нету И это, наверное, всё-таки не всем по нраву Можно, конечно, на двоих, на троих Такую микробазу делать Но, опять-таки, тоже Либо её вообще под щит не ставить Не знаю Каждый, наверное, решает это для себя сам Давайте поставим пока здесь железные двери В перспективе везде на базе Надо будет делать двери стальные Чтобы максимум заморочек создать Нашим противникам Но это будет чуть-чуть позже И, скорее всего, неправда Потому что стали у нас пока Ну, мягко говоря, не очень много Да, как-то так Ну и пойдём, наверное, наметим нашу базу Точнее, не наметим Тут она уже намечена Начнём потихонечку её строить здесь Вот этот уголочек Мы с него начнём Короче говоря, будем сразу его делать Из бетона Не будем Потому что бетон, зараза, опять кончился Чё, есть у нас тут ещё чё полезного? Да, ещё какое-то количество бетона есть Но я бы не сказал, что много Ой, господи, грусть, беда И сплошное разочарование Давайте слиточки тоже заберём Слава богу Что у нас идёт довольно большое отставание Кстати, это ещё в копилку тех товарищей Которые любят мониторить И как бы Вау, смотрите, сколько у него там слитков Ребят, задержка Между выходом серии и тем, что происходит в игре Примерно около недели Даже может быть больше Поэтому То, что вы видите сейчас на экране Скорее всего, эта база уже давно достроена Или, что вероятнее, её уже давно не существует А здесь живут Здесь давно существует уже такой великий Палькистан Ну, просто Если мы ещё раз щит забудем включить То я боюсь, что здесь реально будет Палькистан Потому что я уже восстанавливать базу Тогда точно не буду Плюну и пойду играть Не знаю, в Майнкрафт, что ли Так, потихонечку Потихонечку достраиваем Вот эту базу То бишь Расширяем её Следующим у нас будут двери, скорее всего, да То есть три блока Потом двери Как-то так Вот так вот давайте мы сейчас поставим с вами В общем, делов Делов просто немерено Особенно, когда ты всё это пытаешься сделать самостоятельно Я ещё раз говорю Мне, конечно, помогают Пика-пика очень много в игре находится Там Нимчура, Соул Но остальные как-то что-то куда-то пропадают Реально Морриган тоже Но она как бы Я не знаю, Морриган Ты с Дальнего Востока, что ли, или откуда? Просто она играет в основном ночью Вот, как-то так А где основные? Ну, Мартин, понятно, зазнавшийся ЧСВ-шный стример Он теперь как бы стримит что-то другое И поэтому в игре тоже появляется довольно редко Корифанчик, где ты, твою мать? Ну, и на этом мы с вами заканчиваем Я надеюсь, что ролик вам понравился Если это так, то обязательно ставьте лайкосик Подписывайтесь на канал, если ещё не подписаны Ну, и оставляйте комментарии под видео Я буду прямо рад и счастлив Я реально читаю абсолютно все комментарии Не на все отвечаю Просто на всё времени нету Но читаю все Так что порадуйте зелёного диктатора Своим комментарием Ну, а с вами был Гринни Всего доброго Всем пока И отличного настроения Пока-пока